С прошлой недели все главы районов Самары перешли на новый график работы. Утро чиновников теперь начинается еще раньше. Распоряжением главы города каждому руководителю района вменено в обязанность до начала рабочего дня лично объезжать и обходить вверенную территорию. Причем формальные поездки за стеклом автомобиля не в счет. Главная задача максимально оперативно корректировать все выявленные недочеты, связанные с содержанием дворов и улиц. Мы переходим на режим, когда до 18 часов каждый глава района в диспетчерскую службу сообщает о том, где он лично будет утром проводить контрольные объезды с указанием маршрута и дворов и улиц. До 9 утра следующего дня он отчитывается от тем замечаниям, которые предъявлены соответствующим предприятиям, службам, ответственным за санитарное содержание. Управляющие ли это компанией, зеленхоз, благоустройство и так далее, осада. Коллеги, ваши заместители, ваши подчиненные в районах, пожалуйста, вы их контролируйте, а я буду вас контролировать. Раз по-другому у нас не очень получается. Что подразумевают слова «не очень получается» думается понятно всем самарцам. С какой стороны ни глянь, а санитарное содержание и дворов, и улиц нашего города пока оставляет желать много лучшего. На том же рабочем совещании глава города поручил пересмотреть подход к формированию муниципальных контрактов на уборку территорий. Договор с подрядной организацией теперь планируется заключать не на один год, как было до сих пор, а на более длительный срок. Изменится и принцип финансирования. Исходите из того, сколько надо денег на уборку, а не из бюджетных возможностей на сегодня. Значит, вот поскольку задача санитарного состояния, она определяющая, она и должна быть в бюджете находить в первую очередь свое отражение. И все же, сколь не важно, достаточное финансирование, а необходимость тщательного, иной раз дотошного контроля оно не отменяет. Так что уже на следующий день глава Самарского района Александр Маргун, как и все его коллеги, начал день с контрольного объезда территории. Еще накануне здесь, на улице Фрунзе, были зафиксированы нарушения при проведении ремонтных работ. После личного вмешательства главы района прошло меньше суток, и результат налицо. Символические ограждения заменены на нормальные. Появилась вся необходимая информация о производителе работ. Объект приобрел цивилизованный вид, а риски для прохожих сведены к минимуму. Приходится ежедневно осуществлять такой контроль, и то, что сделано ненадлежащим образом, приводить в порядок. Соответственно, вы сами можете посмотреть, что работы проводятся теперь в нормальном порядке. Обязательный контроль со стороны районной власти и всем объектам, включенным в программу «Двор, в котором мы живем». В Самарском районе проблема содержания придомовых территорий имеет свою специфику. Места в старом городе и так немного, а зачастую площадь крадут еще и бесхозные полуразвалившиеся строения и стихийные свалки хлама. Но вместе с тем у людей, живущих в районе, есть готовность к изменениям. И там, где люди готовы сами проявлять инициативу, такие перемены наступают уже сегодня. Я помню, что здесь было, и сколько сюда, отсюда вывезли строительного мусора, сгоревших конструкций, элементов дома. И, соответственно, довезли грунта, чтобы отравнять, выровнять здесь площадку. Естественно, это очень приятно, потому что, ну, буквально скажу, там, в три года я получал жалобы с этого двора, что здесь бардак, что здесь детям играть негде. И, соответственно, сейчас, я думаю, я буду получать отсюда только благодарность за то, что у людей, у детей появился такой благоустроенный двор. В этом году по программе «Двор, в котором мы живем» будет приведено в порядок 73 дворовые территории по всей Самаре. Здесь, на Арцебушевской 3, большая стройка уже позади. И ребятишки из окрестных домов могут играть на новой площадке все лето. Вы не поверите, ровно месяц назад здесь был бурьян, заброшенный пустырь, вообще ничего практически не было. Рабочие работали с раннего утра, как вам говорили уже жители, до позднего вечера. Никаких выходных и праздничных дней не было. Именно стремились к тому, чтобы вовремя, даже досрочно сдать дворы. Дело в том, что в нынешнем году департамент благоустройства, учтя опыт прошлых лет, провел торги и определился с подрядчиком значительно раньше, уже в середине апреля. И как только начался строительный сезон и позволила погода, рабочие вышли на объект. В итоге, на время летних каникул дети получили не стройку под окнами, а готовую детскую площадку. Местная активистка Татьяна Мушкарова, которая и инициировала подачу заявки на включение в программу, теперь не может пройти спокойно мимо торговцев рассадой. Коллекция цветов пополняется еженедельно. Хорошо себя чувствуют эти красавицы ели, посаженные горзеленхозом в рамках обустройства двора. Благодарна очень зеленхозу нам выделили ели, вот эти вот, которые, видите, прекрасные просто ели. Все-таки уход за ними такой большой был, но все-таки их выходило. Уливала, заливала, брызгала, поливала, закрывала, как бы все. Но сейчас, как бы, зеленхоз приезжал, все, они пошли. Ее соседка Антонина Пирожкова живет в этом доме с начала 90-х, с тех пор, как они въехали в новостройку. Изначально скромная детская площадка, на которой росли ее дети, постепенно приходила в упадок, зарастала сорняками и заполнялась автомобилями. С внуками гулять было уже просто негде. Ну а теперь же, ребят, домой никакими калачами не заманишь. Есть место и для интересных игр малышей, и для осмысленного досуга подростков. Обе площадки очень нравятся. Для маленьких вот эта площадка, вот для Насти более такая большая, где-то с тренажерами. Все очень нравится, всем большое спасибо. Молодой маме Татьяне Чеденковой новая детская площадка ощутимо облегчила жизнь. Теперь для того, чтобы обеспечить старшему сыну увлекательную прогулку, ей не нужно больше шагать с коляской за несколько кварталов. Раньше там Скайрусоцкого был для нас такой прям единственным нормальным более-менее местом. Когда вот малышам годик, конечно, трудно туда идти, а вот сейчас прям замечательно, под окнами. Еще один попутный плюс масштабной реконструкции дворов, который замечают все жители. Более здоровая и безопасная обстановка, которая появляется вместе с благоустройством. Маргиналы всех мастей обходят такие дворы стороной. Благодаря этой программе мы с дворовых территорий вытесняем антисоциальный элемент. Стояли гаражи, росла амброзия. То есть была благоприятная среда обитания для определенной категории граждан. Сейчас вы видите, нет места для людей со спиртными напитками, с пивом. Это целиком площадь посвящена для отдыха пожилых граждан, детей маленького возраста, взрослых детей, так скажем, старшемастников уже. Спортивная площадка с тренажерами, кстати, очень полюбилась всем жителям дома от мала до велика. Тот же фитнес-клуб, только в собственном дворе, на свежем воздухе и совершенно бесплатно. В этом дворе еще предстоит ремонт внутриквартальных дорог, установка дополнительных светоточек и осенняя посадка деревьев крупномеров. А на проспекте Ленина 16 строительные работы сейчас в самом разгаре. Этот огромный двор совсем скоро будет полностью привезен в порядок. Несколько игровых площадок для детей разного возраста, площадка для занятий спортом, игр с мячом, лавочки и пешеходные дорожки. И, конечно, простор для деятельности местных цветоводов. Большие площади под клумбы с новым черноземом. Начали демонтажные работы мы 10 июня. В настоящий момент выполнена основная строительная работа. Сейчас, как видите, идет укладка асфальта. Мы планируем закончить в течение недели. То есть нам осталось подготовить землю под газон и установить ограждение. Оборудование установлено, асфальт заканчиваем. Сроки выполнения работ в этом году контролируются Департаментом благоустройства очень четко. Вариантов для подрядчика, ну подумаешь, неделей, другой, а то и месяцем попозже, больше не существует. В предыдущие два года, 12-13, у нас по условиям муниципального контракта был предусмотрен срок окончания работ на все дворовые территории 31 октября. Вот, учитывая ошибки прошлых лет, это действительно были ошибки, руководитель Департамента поставил перед нашим управлением задачу в этом году разработать график производства работ конкретно на каждый двор. Вот есть 73 двора. У каждого двора есть дата начала работ и дата завершения работ. Но опоздание более чем на три дня завершения работ влечет за собой уже наложение штрафных санкций. Вот это достаточно серьезно стимулировало подрядчика, и в этом году, вот на сегодняшний день, срывов по графику не наблюдается. Программа «Двор, в котором мы живем», действует уже четвертый год. Благодаря ей более двух сотен самарских дворов изменились до неузнаваемости. Изменился и образ жизни людей, которые там живут. У детей, растущих в новых дворах, останутся другие воспоминания о детстве. Ведь как ни крути, а облик городской среды, в которой все мы живем, накладывает отпечаток на многое.